Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале ОМЗАП и с вами я, Роман. Вы уже неоднократно могли наблюдать наше видео о ремонте головок блоков цилиндров, но сегодня у нас будет необычное видео. Сегодня мы расскажем о том, как мы шлифуем нестандартные головки, у которых углы рабочих поверхностей находятся в разных плоскостях. В данном случае перед вами лежит головка от двухлитрового тусана, и если наблюдать и внимательно посмотреть плоскость под клапанной крышки, под одним углом находится рабочая плоскость головки, которая примыкает к блоку цилиндров, в другой. Соответственно, на таком станке без специального приспособления обработать ее нельзя, но у нас имеется специальное приспособление. Это поворотно-угловой стол, в простонародье именуемый глобус. Сейчас нам Евгений его установит, и мы с вами посмотрим, как это все происходит. Есть свои нюансы в фрезеровке плоскости головок блоков. Одна из них заключается в том, что если предварительно механик измерил кривизну плоскости, и она у него составила, грубо говоря, там одну десятую миллиметра, головка приводится в токарный цех. Далее наш Евгений промеряет индикатором, насколько глубокие вот эти вмятины от прокладки остались. Поэтому здесь необходимо дополнительно провести измерения для того, чтобы убрать все вот эти дефекты от прокладки. Ну и для достижения нужной частоты поверхности головки блока после фрезеровки всегда делается два прохода. Первый черновой, второй чистовой. Сейчас у нас Евгений поменял крестцы для того, чтобы пройти чистовую обработку. Ну вот мы и закончили фрезеровать нашу голову от Туссана. Соответственно, с помощью вот этого поворотного стола мы можем ремонтировать любые головки. Тебе ведь не составит, Жень, труда отремонтировать голову? Абсолютно. Любой угол выставим, какие бывают возможные. Ну вот здесь 16, не 10, не 20 ровно. 16 выставили, поймали. Да, так что можем делать все. Да, можно будет поставить, сделать, фрезернуть. Так что приезжайте, будем делать любую головку какую только приведете. Любую головку на любые машины. А сейчас можем даже вам показать, насколько блестящая поверхность получилась. Давайте посмотрим. Вот, посмотрите, какая блестящая ровная поверхность. Соответствует примерно шестому или восьмому классу шероховатости. А 14 класс соответствует зеркалу. А сейчас хочу обратить ваше внимание вот на эти вот кольцевые вмятины. Они остаются от стальной прокладки, которая за счет своей жесткости врезается в мягкий алюминий. И для того, чтобы измерить ее глубину для точной фрезеровки, чтобы никаких следов не осталось, чтобы не больше снять, не меньше снять, используется специальный измерительный инструмент. Ну вот, друзья, мы показали вам, что мы можем фрезеровать головки в любой сложности, у которой плоскости находятся под разными углами по отношению друг к другу. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok